Вот она волшебная корзинка с волшебной пряжей. А не замутит ли нам новый проект? Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. И, как вы уже догадались, начинаем новый проект из волшебной пряжи, спонсором которой является магазин Бобин. Потрясающая итальянская пряжа от фирмы BBB, пряжа Сетау. На улице лето, жара, а мне захотелось какой-то воздушности, какой-то легкости и теплоты. Но у нас за окошком не совсем жаркое лето. В Москве лето все больше дождливое. И та вещица, о которой я вам сейчас расскажу, мне пригодится даже летом. Наверное, поэтому я и захотела связать что-то из этой волшебной пряжи. Итак, пряжа Сетал от BBB. Здесь, значит, 75% альпаки, 15% шелка и 10% акрил. Значит, в 25 граммах 150 метров. Достаточно тонкая пряжа. Не устану ею восхищаться, но к этой пряже тоже нужно найти подход. Об этом расскажу немножко позже, о своих мыторствах и о том, что мы будем с вами вязать. Я думаю, что вам очень понравится моя новая модель, мой новый проект. А вначале хочу сообщить вам радостную новость опять от магазина Бобин. Со вчерашнего числа, с 13 числа по 19 июля в магазине Бобин будет происходить распродажа. Она уже началась. Вчера у меня сорвался ролик. В общем, я вчера хотела вам об этом сказать. Но так получилось, что пришлось распустить тот проект, который я думала уже 100% была уверена, что он будет. И в итоге в последнюю минуту все изменилось. Итак, не забудьте заглянуть в магазин Бобин. Вчера вот здесь вот я оставлю, конечно же, вот эту ссылку. Самые очень низкие цены. Вот вы ее сейчас видите. Вы на нее нажимаете и попадаете в раздел, где будут предложены товары по самым, по очень низким ценам. Кроме этого, до 19 июля будут специальные еще дополнительные скидки. Вот вчера была скидка 15% на пряжу пехорка. Вот видите, предложение, которое действует только сегодня. Сегодня вот здесь вы видите 6 предложений. На наборы панна или панна, не знаю, как правильно. Ну вот вы здесь все видите. На всю канву 25%, на схемы и студии. В общем, всю информацию увидите. Если не найдете нужную скидку, вот еще смотрите, какая подсказка. Промокод WNS15, который вы вводите при заказе. И получаете 15% скидку. Так что, дорогие друзья, не упустите время. Я вчера его упустила. Положила два товара в корзину. Даже сейчас вам продемонстрирую. И уже одного из них нет. Ах, как жаль, как жаль. Ну, вчера я расстроилась. Потому что пришлось распустить свой процесс. И поэтому вот такая неудача меня преследовала. Пряжу от Fibra Natura. Очень хотелось попробовать. Вы видите, вот такой красивый серый оттенок и зеленый оттенок. Вот не знаю, успею урвать ли зеленого оттенка и зеленый оттенок. Не знаю. Я хотела скомбинировать и связать что-то из этих двух оттенков. Серый и зеленый. Сейчас уже серого нет в наличии. Видите? Скидка на эту пряжу. Значит, здесь дается 715 рублей. Это на упаковку. Надо смотреть, сколько там. 10 штук в упаковке. Это по 71 рублю получается 100 грамм. Это вообще задаром. Но упустила. Ничего страшного. Не буду расстраиваться. Так что заходите. И пока есть что-то в наличии, возможно, для себя что-то выберите. Итак, об этой акции я рассказала. А теперь давайте перейдем. Покажу вам свои мытарства. Что это не пустой звон. Я распустила вчерашний проект. Вязала в две ниточки резинку один на один. И то ли я слабо вязала, вроде бы то нет. То ли пряжа не держит резинку. В общем, вот это все, что осталось от моего процесса. Причем вязала в круговую. Было набрано 320 петель. Представляете? Провязала где-то сантиметров уже вот так вот. Сантиметров 7. И в итоге все распустила. Вот это у меня не хватило сил. Тут как бы пряжа это путается. И она, ее сложно распустить. Она распускается. Но, как бы, нужно усидчивость. Нужно все это делать аккуратно. И не торопиться. Так что, вот, не делайте моих ошибок. Лучше связать образец и посмотреть. Пряжа очень нежная. Тоненькая. Это получается 600 метров, если на 100 грамм сделать расчет. 600 метров в 100 граммах. Очень тонкая пряжа. И альпака, она, конечно, раскрывается после стирки. Поэтому, вывод у меня сделан такой, что нужно вязать даже больше рекомендуемого размера. То, что рекомендует производитель брать спицы большего размера. Сейчас я найду. Вот. Значит, здесь производитель рекомендует спицы 3-3,5. Но, я думаю, что и этого недостаточно для того, чтобы после стирки пряжа раскрылась и не превратилась в валенок. Поэтому, я буду, скорее всего, вязать либо на четверке, либо на пятерке. Вчера проштудировала интернет по этой пряже. Посмотрела, что можно связать, какие изделия. И почитала отзывы. И вот уже на основе этих отзывов я поняла, что нужно вязать спицами 4 или 5. Сразу будет рыхло. Но после стирки все эти дырочки заполнятся. И будет очень нежное струящееся полотно. Вот это вот совсем немножко отвязано на рекомендованных спицах. Здесь спицы 3,5. Но, повторюсь, она, видите, она настолько пышная и нежная, что даже 3,5 спицы, ну, как бы после стирки, это будет мало, чтобы все эти дырочки заполнились не слишком плотно. Итак, не сказала о самом главном. Сейчас покажу вам, что я планирую связать и на кое, ну, остановлюсь на начале, так скажем, процесса. Он очень ответственный и очень важный. Итак, нашла в интернете вот такой кардиган, очень нежный, очень воздушный, без пуговиц. И поняла, что мне просто необходима эта вещь вот на холодное дождливое лето. Накинуть на плечи, на какое-то платьице легкое с коротким рукавом. Потом такая вещь будет весить, я думаю, что меньше 200 грамм. У меня пряжи 500 грамм. И я точно знаю, что мне хватит. И буду я вязать в одну ниточку. А теперь, мои хорошие, посмотрите на выкройку этой модели. Модель, ну, что называется, просто для начинающих. Посмотрите, что здесь. Вот такая спинка. Сделать убавки по регланной линии просто не составит никакого труда. И особых расчетов-то не нужно, я думаю. Вы просто измерите ширину вашей спины с припусками на свободу облегания. Можно сделать не прямую спинку, а немножко трапециевидной формы. Я, скорее всего, так и сделаю. То есть она у меня будет расширяться вниз, а кверху будет сужаться. Потому что рукав все-таки будет не широкий, ну, и не узкий, я бы так сказала. Поэтому я сразу начну вязать снизу и потом немножечко сужу, чтобы вот здесь вот получилась не прямая линия, а вот трапеция. Дальше смотрим. Левая, ну, она же и правая полочка. Вы посмотрите, какая прелесть. Это просто прелесть. Обычный прямоугольник. Ну, и рукав связать тоже не составит труда. Вы посмотрите, какая прелесть. Потом вот это, вот это пришивается вот сюда, а вот эта полочка пришивается потом к линии реглана и к боковой линии спинки. Все. Вы посмотрите, какая красивая посадка вот этого кардигана. Ну, я не знаю, я так счастлива. Может быть, и поэтому у меня распустился мой первый проект. Это был джемпер. Потому что поняла, что мне вот обязательно нужна вот такая кофточка. Кофточка кардиган. Легкая, которая не займет много места в сумочке, но которая согреет в дождливое лето. Да, да, я думаю, что и осенью, и весной тоже можно одеть эту модель. Очень долго искала описание. Почему-то в интернете только дается вот такая картинка и как бы схема выкройки. Нашла описание. Я вам его, конечно же, оставлю. Ссылочку на это описание. Там и есть и схема вот этого узора в этом описании. И все подробнее написано. Сколько петель, какие там, кстати, вяжется этот кардиган из Кидмахера. Где метраж, это вот такой метраж у Дропс и той же Би-Би-Би. Мой любимый Кидмахер. Там 210 метров на 25 грамм. Ну, здесь немножко побольше 150 метров. Вернее, меньше метраж. Но приблизительно такая же пряжа. Я имею в виду Ситал. Вот. Потом нашла еще одно фото. Сейчас я вам его покажу. Покажу мои хорошие. Сейчас, одну минуту. Вот. Посмотрите. Нашла фото в интернете на эту же модель. Но она связана. И мне вот этот вариант я буду вязать именно так. То есть на полочке вы можете выбрать совершенно на ваш вкус любой рисунок. Вот здесь вот вы видите, что здесь другой узор, чем на первом фото. И здесь спинка и рукава связаны лицевой гладью. Вот именно так я тоже буду вязать. То есть у меня, я еще не знаю, какой рисунок у меня будет вот здесь. Еще не подобрала. Я начала вязать сейчас спинку лицевой гладью. Потом лицевой гладью свяжу рукава, сошью эти, ну, то есть детали. То есть соединю рукава со спинкой и начну, приступлю вязать вот эту полочку. Потрясающая модель. Как красиво смотрится и как элегантно и удобно. Теперь давайте вам покажу начало своей работы. Вот обратите внимание, как здесь аккуратно сделано обрамление. То есть вот эта вот вещь. Здесь она сделана спицами. Я пока еще думаю, как мне вот здесь вот надо же потом будет соединить как-то с горловиной. Чтобы вот эта вот обвязка или полочка, я не знаю, как это назвать, соединилась вместе со спиной. Я этот момент сейчас обдумываю. Но начало моего вязания, вот если вы обратите внимание вот сюда, то здесь тоже начинается походу с полого шнура. Я не уверена. Можно начать вязание с платочной вязки, чтобы не закручивалась лицевая гладь. Я же начала с айкорда. И вот плавненько мы сейчас переходим на эту тему. На тему айкорда. И я вам покажу опять же свои шишки, свои ошибки, чтобы вы их не повторяли. Значит, во-первых, айкорд я начала вязать, ну, нигде я не видела айкорда на шести петлях. Я связала айкорд на трех петлях. И мне не понравилось. Мне не хватило ширины, что называется, этого айкорда. Вот вы видите, айкорд связан на шести петлях. Я вам покажу, как я это делаю, очень подробно. Возможно, кому-то это начинающим пригодится. Так что айкорд можно вязать не обязательно на трех петлях. Вот так это выглядит с лицевой стороны. И вот так вот это выглядит с изнанки. Потрясающе! Дальше я пойду вязать лицевой гладью. Но! Все бы было хорошо, но посмотрите, какие широченные у меня петли. Вот это мне очень нравится часть. То есть наборный край айкорда меня вполне устраивает. А вот ширина вот этой петли меня не устраивает. Потому что восьмеркой я не собираюсь вязать. А вот здесь вот эти петли получаются как раз под спицы восьмерка. Поэтому, чтобы не получилось у вас вот такого, я советую вам взять спицы, которые будут значительно меньше по размеру от тех спиц, которыми вы будете вязать основное полотно. Вот это вторая попытка. Как говорится, попытка намба-туда. Вот таким будет мой айкорд в моем полотне. Да, здесь немножко будут слишком тонкие спицы для вот этой вязки. Но зато меня устраивают петли, которые получаются вот здесь. То есть если их сравнить, я сейчас положу, и вы все увидите. Итак, посмотрите. Вот здесь спицы у меня с красной леской. Это, значит, спицы 2,75. Вот они. И посмотрите, какая ширина получается в итоге петли. Очень широкая. И посмотрите, вот здесь вот. Вот эта ширина петли меня очень устраивает. То есть под четверку, под пятерку вот эти петли меня устраивают. Но эти слишком большие. И никак нельзя, если вы думаете, что как-то можно плотнее связать, в случае набора вот айкорда, все равно вытянутые петли получатся. Спицы здесь у меня по сравнению с вот этой 2,75, я даже не знаю, китайская спица, наверное, полтора у меня. Вот здесь вот. Видим разницу, да? И вот разница в полотне. То, что потом в итоге получается. Поэтому, если будете набирать петли айкорда, возьмите не на 1, как советуют, и не на 2 даже, размера меньше спицы, а совсем прям малюсенькие, чтобы ваши петельки получились в итоге потом аккуратные, не растянутые, и чтобы дальше получилось красиво и аккуратно. Вот это я, конечно, опять все буду распускать. Вот это полотно мне нравится, а петли здесь, ну, совершенно не нравятся. То есть сейчас я что делаю? Я вяжу спинку, набираю петли айкорда, то есть еще называют набор петель полым шнуром, или тот же самый айкорд, и начну дальше вязать спинку просто лицевой гладью. Во-первых, в чем привилегия такого набора? Я сразу вижу, какая у меня будет, какой размер мне связать моей спинке. Ну, я планирую где-то до 60-65 сантиметров, это вот будет ширина моей спины, а там даже может быть и 70 сделаю. А вот, а потом начну немножко кверху сужать. У меня не будет прямоугольником, но это я так планирую. Так что вот, набираем петли айкордом и вяжем лицевой гладью спинку и рукава. Ну, вот здесь мне очень-очень нравится, чем в той модели, которая в источнике. Вот то, что в источнике здесь и ажурные, и рукава, и ажурная спинка, и ажурные вот эти вот передние левая и правая полочки. Ну, если вам нравится вот такая модель, я нашла, повторюсь, нашла очень хорошее описание, так что, пожалуйста, проходите по ссылке, и все вы там найдете. Ну, а сейчас давайте я покажу, как же я вяжу этот айкорд на шести петлях. Итак, айкорд. Первая петля. Вот он, короткий край, второй, соответственно, от моточка. Сделали вот такую петлю, короткий край у нас сверху длинного. Эту петельку вот так вот положили к себе и достали длинный конец. Вот она, петля ваша первая готова. Дальше добираем еще пять петель. Два, три, четыре, пять. В итоге всего должно получиться шесть петель. Но, опять же, это мой айкорд, который из очень тонкой пряжи. Вообще айкорд вяжется на трех петлях. Ну, кто сказал, что это правильно? Я вяжу на шести петлях. Поэтому покажу, как это делается. Вот они, наши ниточки. Теперь наше вязание будет начинаться вот отсюда. То есть сдвигаем петли в другую сторону, находим наш длинный конец и начинаем вязать. Что нам нужно сделать? Нам из первой петли нужно связать две петли. Вот она, наша рабочая нить. С другой стороны вяжем первую петлю сначала за одну стенку, за переднюю, потом за заднюю стенку. Вот мы из одной петли связали две. Дальше все петли вяжем лицевыми. Раз, два, три, четыре и пять. Все. Опять рабочая нить у нас остается здесь в конце. Теперь мы переснимаем на левую спицу шесть наших петель или сколько у вас, если вы из пяти петель вяжете, значит пять переснимаете. Из семи, значит семь переснимаете. Это у нас петля, которую мы провязали вторую петлю из нашей первой. То есть две петли было. Но шесть петель мы пересняли. И повторяем то же самое. Ниточка вот она у нас. Опять из первой петли вяжем две петли. Провязываем сначала за переднюю стенку и за заднюю стенку. И все вязание повторяется. Дальше все петли провязываем лицевыми. То есть ширина нашего айкорда, вот этой вот планочки нижней, так скажем, будет не на трех, а на шести петлях. Вот. Опять снимаем шесть. Можно прям вот сразу снять несколько петель. Главное попасть спицей во все петли, чтобы не потерять. Считаем сколько пять. И вот она наша шестая петля. Ее тоже снимаем. Видите, у нас уже здесь растет наш наборный край. И повторяем то же самое. За переднюю стенку, за заднюю стенку. Из первой петли. Из шести мы вяжем всегда из одной из первой петли вяжем две петли. И считаем. Если пряжа тонкая, лучше считать, чтобы не ошибиться. Опять делаем то же самое. левая спица. Переснимаем петли айкорда. Там шесть или сколько у вас будет? Три. Главное, чтобы они были всегда константы. Раз, два, три, четыре, пять. И вот шестая. Она, как правило, снимается отдельно. Ну, потому что мы из нее вывязывали две петли. Она тугая. Вот, уже у нас здесь три петли. Повторяем то же самое. За переднюю стенку, за заднюю стенку. Это раз петля. Два, три, четыре, пять, шесть. Вот у нас уже образуются, видите, как с изнанки это выглядит. Вот такой рулик внизу. Полый шнур или айкорд. И все повторяем заново. Давайте по три снимем. Шесть петелек снимаю. Вот она. Шесть, видите, шесть. И повторяем то же самое. Из первой петли вывязываем две петли. Сначала за переднюю стенку, потом за заднюю стенку. Вот таким образом. Наборный край у нас растет. Видите, сколько у нас уже здесь петель образовалось. И растет наш вот этот рулик. Когда вы наберете на спицу нужное количество вам петель, нам нужно будет закрыть вот здесь вот наши шесть петель. То есть выровнять. Видите, как у нас здесь получается прямо, а здесь идет вот такой поворот. Его, кстати, этот поворот можно использовать при вязании полочки. Ну, то есть у вас будет айкорд, иди по низу, а потом перейдет на полочку. Но я, скорее всего, не буду так делать. У меня айкорд будет только по низу изделия. Дальше я планирую обвязывать, скорее всего, крючком. Ну, а теперь давайте закроем эти наши шесть петель, чтобы выровнять наше полотно. Сейчас еще раз покажу вам. То есть, я думаю, что понятно. Так вяжем до нужной нам длины, а потом, когда уже вот здесь образуется нужное количество петель, нам нужно шесть петель закрыть. Как мы это будем делать? изнаночной. И вот эту первую петлю мы провязываем изнаночной. Вторую провязываем изнаночной и протаскиваем через первую. Вот две петли у нас закрыты. То же самое. Как мы закрываем петли, так мы и поступаем и здесь. Протаскиваем через первую. То есть, посчитайте, что шесть петель у вас закрыты и ваша вот эта вот айкорд, этот второй край выровнялся. Раз, два, три, четыре, пять. По-моему, еще одна петелька и он у нас выровняется. Вот таким образом. Давайте посмотрим. Видите? Вот он наш, этот полый шнур. Вот такой коротенький. Но у нас он выровнялся. Можно, кстати, начало айкорда начать вывязывать набросовую нить, которая потом распускается. у вас вот здесь получатся открытые петли и при соединении спинки с полочкой, полочка же тоже будет вязаться айкордом, да, вот эти шесть петель можно соединить методом с трех спиц, чтобы вот здесь вот был ровный край. Особенно, когда вот такая толстая пряжа, я советую вам сделать именно так, чтобы красивый был шов, когда будут соединяться два айкорда, переда, допустим, и спинки. Но я уже устала набирать этот айкорд, уже, как говорится, хорошая мысля опосля пришла в голову, но, а вы имеете в виду, что можно набрать набросовую нить, потом ее убрать, эту бросовую нить, и сделать вот здесь открытыми петли, чтобы потом соединить два айкорда из разных разной выкройки вашей модели, допустим, полочка и спинка, если вяжется отдельно, как в моем случае. Так что, вот, мои хорошие, новый проект. Не забывайте зайти в магазин Бобин, поверьте, очень привлекательные цены там до 19 июля. Ну, а я пойду дальше набирать свои петли айкордом и буду вязать эту красоту. Надеюсь, вам проект понравился. Жду ваши комментарии. Напишите, как вам такая моделька, будете ли вы вязать ее вместе со мной. Подойдут, кстати, пряжи Ситал, Би-би-би Махер, в общем, вся пряжа, которая тонкая, пушистая, струящаяся. Так что, может быть, что-то присмотрите в Бобине, как раз, получив скидку. И приступаем вязать эту красоту. Ну, а на этом я буду с вами прощаться. Всех люблю, обнимаю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока. Пока-пока.